Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире «Столица Нижней». О том, какими событиями запомнится пятница, 15 сентября, расскажу я, Антон Ганин и мои коллеги. Сегодня в выпуске. На трибунах дипломаты иностранным делегациям, которые принимают участие в работе международного бизнес-саммита, показали стадион «Нижний Новгород». Какую оценку они поставили объекту? Один ловелас на трех стюардесс. Новый театральный сезон в театре комедии открывает спектаклем «Боинг-Боинг», который попал в книгу рекордов Гиннеса. Битва за три очка. Футбольный клуб «Олимпийцы» готовится к встрече с красноярским Енисеем. Получится ли у нижегородцев прерывать безвыигрышную серию? Участники международного бизнес-саммита, который в эти дни проходит на Нижегородской ярмарке, посетили строительную площадку стадиона «Нижний Новгород». Для дипломатов организовали обширную экскурсию, где рассказали обо всех особенностях строительства самой большой спортивной арены в истории Нижнего Новгорода. Понравился ли наш стадион иностранцам? Об этом расскажем в нашем следующем материале. Перед входом на строительную площадку дипломаты проходят инструктаж. Правила безопасности одинаковы для всех. Экскурсию по стадиону проводят строители и министр спорта Нижегородской области Сергей Панов. На сегодняшний день объект уже приобрел свои конечные очертания. Наш красавец стадион, который в скором будущем примет играть чемпионата мира, перемещать, надеемся, что будет 45 тысяч зрителей на каждом матче, готов уже на 75%. Сейчас мы покажем нашим гостям из дружественных стран, как зеленеет футбольное поле, в каком состоянии уже находятся трибуны и кровля. Гости, надо сказать, очень искушенные. Руководитель отдела содействия и торговли инвестициям посольства Польши в России Кшиштоф Кордес знает, что такое подготовка к крупным спортивным событиям. Напомним, в Польше проходили игры чемпионата Европы по футболу. Стадионов в этой стране хватает и наша арена Нижний Новгород, по его словам, отвечает всем европейским требованиям. Я почувствовал здесь атмосферу города. Вот эти волны, это просто связано и с положением самого города, и река Волга, которая тогда... Это очень классно входит в атмосферу, в климат этого города. Так же, я думаю, что не знаю, как другие, но для меня очень такие позитивные впечатления. Увиденным остался доволен и посол Афганистана в России Абдул Каюм Качаи. Для него футбол – это спорт номер один. В детстве профессионально им занимался. Он внимательно осмотрел стадион и выразил надежду, что когда-нибудь здесь сыграет сборная его страны. Мне очень приятно быть здесь, и это первый раз, что я в вашем красивом городе. Этот город не имеет только стадион, очень исторические здания, как это Кремль. И ваш город – это героический город. Поэтому мы очень рады, что быть здесь. Экскурсия продлилась более часа. Гости получили всю информацию о ходе строительства и надеются вернуться сюда снова. Один из поводов – щемят мир по футболу, который пройдет в следующем году. Антон Гаин, Георгий Захаров. Столица Нижний. В Нижегородском театре комедия стартует 71-й театральный сезон. Его открывают пьесы, которая вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Режиссер Дмитрий Крюков представляет спектакль «Боинг-Боинг» по пьесе французского драматурга Марко Камалетти. Это самое играемое в мире комедия. Предпремьерный показ прошел накануне. По сюжету успешный Дон Жуан завязал сразу три романа со стюардессами. Что из этого вышло, расскажет Юлия Селебрякова. Молоды, стройны и сексуальны. Шикарные стюардессы влюблены в красавца-ловеласа и даже не подозревают о существовании друг друга. И все бы ничего, но самолеты не всегда прилетают вовремя. Сбой в расписании приводит и к сбою в личной жизни. Главный герой – успешный парижский архитектор Бернар пытается выкрутиться, но получается это с трудом. Есть ты нравишься? Очень нравишься. Вся эта ситуация, в которой он находится, это вот такой определенный полет. И полет самолета, вот этого сумасшедшего, который устроил себе такую непростую жизнь с этими тремя девочками. И в результате попал в турбулентность, в пике и еле-еле из этого пике выруливал. Выруливать приходится между тремя невестами – француженкой, немкой и американкой. Выйти из курьезных ситуаций главному герою помогает служанка Берта. По замыслу режиссера она итальянка. При подготовке к спектаклю Дмитрий Крюков специально просил артистов смотреть зарубежные фильмы, чтобы лучше сыграть персонажей. Светлана Тюльпанова за основу взяла образ итальянской актрисы Софи Лорен – сильной и волевой женщины. Я такая ворчливая служанка, которой как раз таки не нравится вся эта ситуация, которая происходит вот в доме ее хозяина, вот эти все любовницы. Никакой полигамности быть не должно, никогда. То есть та мысль, которая звучит в конце, которую произносит главный герой, что наконец-то я нашел ту единственную, вот это должно прямо прозвучать и вот прям вбиться в уши всем, всем, ну мужчинам, да, скажем так, в первую очередь. Я знаю, что это не жизнь для служанки. Сам главный герой признается, в жизни он отнюдь не ловелас, поэтому играть Дон Жуана ему было немного сложно, а вот пытаться выйти сухим из воды периодически приходится. Мне близко его вот эта сама система, он придумал целую систему, как это все разрулить и как сделать так, чтобы это не мешало, и получать от этого удовольствие. Ну в жизни тоже пытаемся где-то схитрить, где-то, чтобы легче было, веселее, еще куда-то. Вот с этим, да, мы схожи. Искать острые ощущения, новые чувства какие-то, либо еще что-то, не обязательно менять человека. Как бы не обязательно для этого иметь трех жен. Нужно найти просто одну единственную, которая и будет это все замещать. Интрига в комедии «Боинг-Боинг» сохраняется до последней минуты. Только в конце спектакля зрители узнают, с кем же все-таки остается Бернар. После выхода из зоны турбулентности главный герой все же смог взять курс на верность. Юлия Серебрякова, Андрей Панов. Столица Нижний. Нижний Новгород продолжает готовиться к проведению второго международного литературного фестиваля имени Максима Горького. Он состоится в марте 2018 года. В рамках осени и сессии провели поэтический вечер. Малоизвестные поэты смогли пообщаться с состоявшимися литераторами и издателями. Подробности в сюжете Екатерина Анисимой. С фамилией Горький в дни фестиваля связано практически все. Поэтический вечер проходит в музее Горького, где стихи читают участники радиоконкурса «Человек». Это звучит гордо. Опять же, цитата писателя. В конкурсе принимают участие сотни авторов со всей Нижегородской области. То, что здесь происходило, это своего рода и школа, потому что мир посмотреть, и самовыражение, потому что себя показать. Нижний в последние годы очень вырос, очень так вымахнул вперед, как литературный город, потому что появилось очень много талантливых молодежей, появились литературные школы. Было очень приятно, что на этот конкурс пришло огромное количество писем. От 13-летних поэтов до 84-летних. И, конечно, поэтический вечер – это некая такая сублимация и действия, когда соберутся наши замечательные авторы и придут маститые поэты. И сегодня здесь Олег Рябов, Елена Крюкова, Владимир Безденежин. Со сцены звучат стихи на различные темы. Строки посвящают красоте природы, любви и родине. За всем происходящим, пускай из портрета, наблюдает великий русский писатель Максим Горький. В аллее клёны без вреда, огонь бросают под ботинки, и паучок на паутинке летит неведомо куда. Такие вечера для поэтов – возможность пообщаться и услышать стихотворения других авторов. А главное – это шанс быть услышанным не только любителями поэзии, но и издателями. Екатерина Несимова, Никита Вертлин. Столица Нижних. Футболисты Нижегородского Олимпийца завтра проведут очередной матч в Футбольной национальной лиге против Красноярского Енисея. Соперник во многом принципиальный. Оба наставника – Николай Писарев и Дмитрий Оленичев – в прошлом играли вместе в Московском Спартаке. Поэтому проиграть, пускай и бывшему одноклупнику, никто не хочет. У нижегородцев есть и другая мотивация – прервать неудачную серию выступлений. В четырех последних матчах Олимпийц заработал только одно очко, сыграв в ничью с Балтикой. В турнирной таблице команда Писарева занимает девятнадцатую строчку. Тренировка перед ответственным матчем проходит на спортивной базе на Бару. Сама игра пройдет на стадионе «Химик» в Дзержинске в 18.00. Старт был удачный и уверенность переросла в самоуверенность. И мы, наверное, не вовремя смогли это все пресечь. Но сейчас выходим из зоны турбулентности. Я надеюсь, что к концу первого круга мы поднимемся выше турнирной таблицы. Подготовка к матчу осложняется тем, что у нас потом кубковый матч. И всего лишь два дня после кубкового матча на восстановление перед выездной игрой с «Зенитом-2». К сожалению, «Зенит-2» не пошел нам навстречу. Не участвуя в кубке, «Зенит-2» решил все-таки не переносить на один день матч по нашей просьбе. Ну, хорошо, будем злей. На этом наш выпуск завершен. Следите за развитием событий на нашем сайте stnmedia.ru В студии работал Антон Ганин. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин